Всем привет, ребят! Я из будущего и спешу вам сообщить, что к паукам мы не пойдем, потому что даже обмазавшись полностью алкемическим огнем, закидав их нахер, я не смог убить этих ползучих мудаков. Что случилось? Я записал серию, я уже сходил в гробницу к Таручо, выиграл этот бой, это был жесткий вообще бой, наверное, вы еще и увидите, вряд ли я его с первого раза смогу затащить, там доля увезения все-таки мне понадобилась, но я случайно, видимо, когда начинал запись, немного сдвинул экран на пару сантиметров вниз и вправо, короче, получилась залупа, так что переигрываем заново. Давай по новой, Миша, да, как говорится, все, хуйня, принять, поехали, поехали, сразу прямым входом двигаем в гробницу, не буду заходить к паукам, я уже проверил, держу в курсе, делов с пауками не будет, ни на ни нас едят, ни нас нахер съедят, так. Так, вот тут мне надо повернуть. Чего, какой бой, какой бой, блядь. Давайте, может, это кто-то простенький, и мы немножко фарманем. Экспы? Или нет? Сникель. Ты кто? Уася? Разбойник-некромант? Че-то мне уже как-то, блядь, неприятно, честно вам. Признаться. Это разбойник-некроманта. А это собака еще, наверное, будет... Можно посмотреть его радиус зрения. Так, и тут какой-то разбойник-превращатель. А он, блядь, в кого превращает, еще и любопытный. Блядь, начинается вот эта кислота и кидание. Так, ты врывайся. Ты сюда. Танк. Как-то вот так. Амери сзади прикрывает. Барт, давай. Постой. Нет, это определенно... Так, разбойник. Тратата Амери заметил. А-а-а. Понял. 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 Пойдет. Амери ярость, давай. О, и что мне теперь в гробнице без ярости идти? Не, я придется отдохнуть, мне, я полагаю. Ну, я все же отдохну. Эээ, так, давайте попробуем. Так, испугалась. Хорош. Так, ну, помимо экспы, у нас есть какие-то спи, так щит. Дает бонус 4 к защите. Это заклинание создает невидимый силовой щит, висящий в воздухе перед вами. Он нейтрализует направленные вас атаки заклинанием волшебная стрела. Также он дает бонус, интересно, от кислоты тоже. Это же тоже своего рода волшебная стрела. Так, а у этого красавца что есть? Ага, свиток ослабляющий лун. Ну, щит, допустим, мне нравится, да? Как раз в этой пещере нас беспокоил этот. Или нет. Как не знаю, отдыха, а все утомление. Утомленный персонаж не может атаковать с разбега и получать штраф минус 2 к силе и ловкости. А что это за обратный отсчет? 14-13. Давайте посмотрим. Может, я неправильно понимаю, как работает утомление? Может, это не от перемещения, а еще от чего-то? Чпунькс прошло. Ага. Чувак, охуево знает. И чё? От того, что я ее побегать заставил утомление или что? От чего она утомилась-то? Хуя, какие мы нежные. Я встал. Он не любит бегать, понятно. Я тоже не люблю бегать. Ну, не по очевидной причине, да, которая сейчас у меня на лицо. А даже когда я был военный, красивый и здоровенный, просыпался только на шестом километре на зарядке, да, все равно я бегать не любил. Мне этой трудности не доставляло, но не знаю, не мое. Моё просто. Так что я, Амери, прекрасно понимаю. Так, вот тут сейчас начинается. Чебуга. Yes, yes today. Yes, yes today. Far away. Да не, не надо ничего загружать. Давайте сохранимся. Давайте сохранимся. не нужно построение поменять и вот тут вот у нас тусуется бард так плюс давайте сразу огонь этот нахер даже вот так наверное даже не знаю как у всех там хилки есть так тебе вот это я вроде без него победил в прошлый раз нам дело такое может пригодится тебе коротышка чё надо и ничего вообще не надо у тебя все греции есть вся щит разве что можно будет на кого-то повесить но у тебя вообще нет времени а я знаете что забыл забыл достать свитки тут лежит свиток который нам да может помочь свиток призыва чудовищ как работает вот это я не очень понимаю информация цель получает бонус отражения плюс 2 к защите и бонус устойчивости плюс 25 с броском против атак или эффектов созданных хаотичными существами как я должен узнать какое хаотичное там существует не хаотичная и стесняюсь спросить так себе исчезновения так наверное да о мире пауков нету расслабляемся расслабляемся так зелье гуманоида тарта гуманоида тарта зелье магический доспех пойдет до благословения есть что вот этот бы свиток я еще еще бардер дачу ее лечить чую лечить уж ну наверное все пойдемте ждемте страдать я забыл лишь вам не читал ну короче он сначала унижает своих сопартийцев а потом говорит вот пришел мудак давайте его убивать а нету на короче он отправил их бой горит прикрывайте мое отступление доруча такая такая скотина так харим дипломатия успех просим его присоединиться к нам я смотрю мой блистательный соперник ничем не гнушается даже пробует переманить чужих и уж ты твои шуты еще бесполезнее моих вот сейчас и проверим к мечу и прикройте мой отход кто-нибудь собака так хорошо конечно весело но не очень не очень ребята это весело потому что потому что почему чё должен делать бард в данный момент я забыл я забыл линдзи что ты должна делать так и защиту танк защиту и гуманоида гуманоид линдзи вызывает собаку на лицо вот этой дури и все четко следуем своему плану очень быстро очень быстро убил его призыв чудовище есть на вала решит в магический есть выходит вперед ты васян ешь там не пьешь выходит сюда в это время линдзи уже кастует масло в это время линдзи уже начинает колдовать маслом черта не вижу вот так наверное да вот так ты подходишь вот сюда начинается это все так то верни этого надо лупить поляйте в валаре тоже лежит а готова так что дальше вы блять дальше так дальше баф на мне нет вот что дальше амери опять своей этой стойки конченой так давай наверное иди вот иди вот этого лупи не попасть бы в масло конечно так валяре лечись еще я тебя малю все блять приехали видите одна ошибка встал чуть ближе и все таверну отъехал и отлетел к таверну так это херня очень мало он ага дает какая зато его наверное можно ошеломлять не понял чует сейчас произошло попал в цель а нет он не сдох он не сдох это другое так разменялись до ударами мало мало хп а клинсе под лечи давай бабчик бабчик на защиту фу на в лицо готов хорош и вот так а хочу песни закончились нет нет вроде не закончилась может быть вот так блин хп у вот меня бесит у врагов то появляется то пропадает ни в какие ворота ни фигасе с первого раза не ожидал не ожидал не так конечно не так элегантно как получилось первый раз блин у я реально этот бой 1 10 наверное затащил пока нашел как всех оптимально расставить типа 5 10 а рим вставай не беси меня симулянта болеть я его вторых встречали он валяется говно вставать не хочет чё ты такой себе напарничек то мне кажется разрушительная аура реально второй раз его вижу и он такой исполняет хитрый чем так заклинания нет очки навыков и мне нужны очки навыков подвижность во первых чтобы он ходил бродил там так на каждом уровне для чего нужна подвижность чтобы ходить между рядами да и не получать штрафы за спас броски ходить ему надо поскольку он у нас доктор доктор пропер гулять знание религия пойдет возможно атлетика с помощью атлетики артиты но я так понимаю для этого еще и подвижность нужно так ну религию точно будем докачать внимание на линдзе 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 дали знание магия так возможно использование магических предметов тоже харима подойдет жрец наконец-то мы завелись личной личной аптечкой все сейф у меня даже есть есть название древняя гробница плюс харим идет полете это масло когда-нибудь пройдет пройдет как давай коротышка нюхать рысской выбитая на камне изображение почти стерлась от времени еще можно различить серп и молот меч и череп чьи единственная чья единственная глазница и какая-то какой-то загадка выбитая на камне изображение почти стерлась от времени еще можно различить так у меня в логе допишется еще можно различить серп серп меч и череп чья единственная глазница закрыта монет и серп и меч еще там был хорошо мне кажется это какая-то загадка похоже на то по крайней мере блять я по привычке хожу в инвизе потому что в пиларсах в инвизе ловушки обнаружаются судя по очертаниями люди по очертаниям здесь когда-то был барельеф изображающий луну и солнце на солнце череп серп и молот усердник из картины почти то что издали кажется просто трещинами вблизи оказывается полустёршимися изображениями солнце которому позднее кто-то добавил скалящийся череп шакала понятно что нихуя непонятно так харин брата нас на 1 до 6 ты лечишь дам сейчас данный момент зелье есть изделия если найду так я же не отдыхал да это хорошо с одной стороны страны страны хорошо как хорим у тебя чё там у тебя говно щит правильно правильно держи тяжелый держите вы щит цепь кистей я вот не понимаю почему искусно сделанная легкая булава стоит 100 наносит меньше урона два фута ближний бой а усиление плюс один этого меча у нас фишка такая до усиление плюс 129 у меня все равно там мой гноме топор по моему повеселее будет да у меня 110 10 варе у нее там вообще своя атмосфера никому короче не нужен пиздатый меч получается а гном не умеет тупо по не умеет особая я чё особенного в длинном мече особенная прям пиздец особенная может он быстрее бьет вкусно сделанная какая-то шляха давайте ну потестим при ней мере он понятно что у нас не боец но чуть-чуть если будет подковыривать если он будет делать это немножко быстрее чем чем не делать так как лечить всю эту банду ёбнешься просто прикосновение хаоса бросать d20 прикосновение хаоса для тебя можно прочитать просто ребята это заклинание чтобы включить его кликните правой кнопкой мыши вы можете совершить атаку касание в ближнем бою чтобы отдать свою жертву во власть хаоса в течение следующего раунда каждый раз когда этому существу придется бросать d20 она должно делать два понял я прям понял сейчас вот при меня осенило то есть он бьет два раза допустим первый раз у него двадцатка то есть крит выпадает а второй раз два и он худший вариант чик суда типа но это на один раунд но неплохо в общем-то один раунд в общем-то неплохо а я не поняла а я их уже облутал я их уже облутал так у вас что господа есть опаленный фрагмент ожерелья легкий арбалет цветок погибель цветок погибель воздействует на разум страх эмоция негативная эмоция заклинание наполняет существу леденящим страх то есть можно кого-то побегать отправить понял на валеры у меня проходят всякие такие штуки жестко просто цветок кислотное прикосновение ваша успешная атака касанием ближнем бою наносит 1 до 4 урона кислотой ближнем бою 1 до 4 урона кислотой за каждый уровень заклинателя на прозрачный кварц прошиты серебрём кошелек золотые монеты как нам надо как-то это наш отряд так у линси я не хочу тратить масло я честно говоря не знаю будет ли еще какие-то сражения давайте я пока вот так вот сделаем просто пойду вперед а если вдруг что-то кем-то встречусь это выход я так понимаю если с кем-то встречу стол потом подлечусь не хочется просто так дорогие зелья тратить вот это вот трофей древняя циклопская монета о нормально а чё тут дым какой-то это не не отравленный это не отравлены линси настало твое время а это что такое сколотый барельеф солнца поверх него выбиты смутные силуэты четырех неизвестных существ здесь за снятую ловушку больше дает чем за убийство за убитого эльфа некроманта 18 а за ловушку 22 колокольчик чернильница гербарий еще чё за прикола чё за прикол что происходит у меня игра свернулась запись идет идет норм так поверх него на поможет надо главным героем сколотый барельеф как там какая-то кнопка дала вот и барельеф хиробору можно открыть нет это просто так ничего с ним сделать нельзя ну ладно фикс каким же сладким был первый глоток свежего воздуха после спертый влажный дух от духа ты гробницы перед нами раз перед нами расстилалась бескрайняя пересеченная холмами и оврагами степь лишь кое-где порушение высоким кустарником как и следовало ожидать таруча его спутников же и след простым так знание природа 11 есть кого-то природа 11 тем не менее мы не собирались так просто задаваться простыл он или нет этот след нам нужно было взять может у варвара есть пока сколько не всматривались ничего не произошло до если бород а куда он еще мог деться на в общем то в общем то они тут разбойники у нас живут у нас разбойники жили были так я наверно зря сюда зашел мне давайте я на выход из гробницы загружусь наверно зря сюда зашел мне надо выйти и сразу привал сделать чтобы на привале у меня все бы строили еще не собирая всякую шляпу 15 16 20 обычно слышите в начале в рпг эти деньги девать некуда они купятся купится там сколько-то тысяч ты а потом ты покупаешь артефакт тут же на не природа серьезно то есть даже если не хватает навыков изучили след ведущий во враг на эти следы магии мы рассмотрели тропу что велась вдоль оврага блять ну если спускаться было довольно круто и нам потребовалось некоторое время чтобы его преодолеть идти по рыхлой земле было нелегко зато на ней хорошо просматривались отметины когтистых лап дно оврага шло под уклон мы спускались все ниже наконец след повернул взвился вверх по отвесной круче и скрылся за кромкой оврага звериные прыг и цепкие когти преследуемого нами существа вызвали невольное восхищение ведь склон перед нами был высотой в два человеческих роста и оканчивался нависающим гребнем скарабкаться по такому склону было бы не проще чем по отвесной стене однако сверху из земли торчал длинный и достаточно крепкий на вид корень ну давайте кто-нибудь кто-нибудь линзи спасать отлично под подергав корень линзи глубоко вздохнула схватилась за него и начала свое нелегкое восхождение упираясь ногами в склон и переобирая руками она поднималась все выше и выше так вот все конечно классно давайте толстого этого прекращайте уж можно было покороче описать и до подъем подъем из оврага выбравшись из оврага мы без труда отыскали следы когтистых лап и двинулись вперед в воздухе висело напряжение оказалось что мы вот-вот настигнем нашу цель и наша интуиция нас не подвела так я так тоже не хотел честно говоря и чего вот что я сюда приперся монета по крайней мере стоит денег да но перайки тайничок тайничок я люблю ну-ка что-то прям супер супер крутое можно не плане трофеи портвейн 10 бутылок а ну 70 слушайте 70 и 10 золота по нашему в нашем положении это очень даже ничего так ты кто так еще что-то почти мне тут нравится и мне тут даже нравится еще монетка так зайцы зайцы вижу мышей вижу не хочу в комальт так ну лечиться мне надо да как ни крути только выход из карты нету вот в чем загвоздка мы когда с карты нету нихера нету там группировать ну почему нельзя сделать по-человечески инвентарь я ничего понять не могу паленый фрагмент если вы найдете все части то возможно достаточно искусный мастер сможет восстановить его то есть это кусок артефакта а это конкретно на продажу получается химическая херня кольцо понятно тяжелые щиты башенный тяжелый тяжелый ну ка гномы ладно так средний доспех пока пусть будет как зелье так денутся минутку одно зелье 6 вообще просто весть поставим хариму одно наверное так сейчас мне понадобится вся максимальная удача короче какая лечение недуга и так это не то все тоже не не то лечение так у линси исцеление легких ран одно это что ну и уж то я не могу выйти с локации чё за прикол так он эти я сохранюсь пойду о лонге рано и вон дар выпустите меня нахер но ух ты это по мою мишу короче а точно я вспомнил он же там потом нинька я играл да он потом превращался в кобальда кобальд с необычной фиолетовой чешуей стоит ровно несут улица и поэтому кажется на голову что сородичей слушайте меня дракон огромный сверкающий слетел ко мне с него и поведал тайну великая реликвия которая принесет кобальдом славу спрятана где-то по близости довольны этого просипания ищите ее ищите и принесите мне говорит он подозрительно знакомым голосом гнома руччо дракон слава дракон голоса кобальда в полном восторга мы знаем о клопы под старым план платаном у них волшебная вещь очень старая когда же я тебя наконец избавлюсь фиолетовый кобальд трагивает от неожиданности но тут же берет себе в руки не слухайте его сородичей это лошадь пришел нам помешать и вы задержите его остальные за мной вы и вы вы и вы надеюсь это будет один один или так 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 давай ходим нет времени на медленные танцы так ты отходишь и ты отходишь а ты подходишь серьезно на всего на 6 на 6 большим огромным зельем это вообще блядь мир а ходима ратишка ну-ка дайте посмотрим а харим наносит урон 1 до 6 плюс 3 булава 1 до 6 плюс 3 ложки поварюшки глядь кита и чё где хпт два здоровья танк и реже варвар не подставляйся что могу тебе сказать не подставляясь венсе тебе тоже не надо наверно тогда уж лучше варвар когда уж лучше варвару это шляпа полная так давайте кого-то заставить побегать можно пауз защита от хаоса хаотичное существо для что он что это значит кислотное прикосновение уже наверное не очень нам подходит стрельнуть наверное можно бери свой фонарь все равно больше ничего нет но подруга больше нет ни пига так камере давайте по назначению будем это использовать рим что вы что вы скажете вы можете сказать по этому поводу давай еще подлечить что на 6 папа болит на 3 давай еще разок опять на 3 1 до 6 до он кидает и два раз подряд у него выпала тройка предположим положим что так оно и было я тут видел труп какой-то помимо это гномы рядом с пустым сундуком заметен отпечаток возможно след еще одного такого же сундука жиротла получим предмет хагис чтобы это не значило они с рецепт мука лук копировать рецепт а куда я его копирую на лоб себе да я его копирую картам лагерь а вот оно чё то есть я могу а я думал я только на карте могу отдыхать понял понял болен понятно так чё у меня 0 песен до у варвара есть немножко вот этой фигни я думаю еще если не очень сложный бой мы в общем то можем и затащить сохранить игру а то выйти и уже лагерь не чуть ли не надежды и покоритесь неотвратимости конца примерно такие речи должны выслушивать спутники хорима ежедневно это принцип тернистому броду влаги разбойников сосновая роща древняя гробница старый платан путь в эту локацию неизвестен а а это что такое блять не покажите вы название мне локации археологические находки не может быть захвачен понял принял пары платан что-то и говорили про таруча так линдзи устала утомленный персонаж чему и может тернистый брод лагерь разбойников или уже до начали старую чаток давайте чем-нибудь закончим уже уставший бард уставший бард минус 2 к силе и ловкости и и и и и и так начать я не знаю отдохнуть а че я че я жалею то да непонятно так всего четыре необходимые рационы что такое у меня исцеление использовать исцеляющие заклинания и способности перед отдыхом определенно определенно у меня же есть рецепт какой-то там мы охота заняла 12 часов маскировку не удалось повар все зажава мы хоть отдохнули разбойник громила вот этот особенно жуткий грабила а валяре туда ты сюда парень болят масла нету ничего нету что использовать увеличение куманоиды последние да нет жирная я думаю будет будет им жирно хорим постует вот эту вот историю для нет сначала на мире а потом уже валяре ты чё она залупилась слышите она залупилась куда-либо идти сон да вы че угораете что хорошо но я типа попробую сделаю вид что я там для вич у меня тратить что ты делаешь мне жалко тратить такую хорошую штуку на них давайте как-нибудь и может быть вот так пока что амери все-таки придется бухануть божественное наставление суда чё очнулась это как-то так вы стреляет харим крякнул не ну и чё а если меня победят на привале что будет и что будет тогда я не очень понимаю они с двуручниками бегают по ним и попадаешь а ну хотя понимаю да насколько там на усложненные враги меньше но у них тупо больше характеристик больше характеристик а да с концами хорошо что за сон такой напал на валерий непонятный сон давайте тогда я не знаю отойдем отойдем за нее пусть сонная танкует как-то не знаю что делать то вообще с этим а буквой ты вот так не а Вот так. Хаус. Давайте. Нет, Харим, лучше на него, лучше на него, на это, да, отлично, Барт. 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 не включила долго спим долго спит наш танк так вот так вот так вот так и харим види дура ты давай боже какая дура проснулась хотим лечить нет и лечить арим лечить не лечить так линдзи 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 щит может быть успеем к стану а это на себя только остаются понял это кастуется только на себя значит значит что ты делаешь 1 знает может быть вот так вот и о блять понятно не успели ты выпьешь свое зелье нет 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 так на попадание о мире как харима уже влетела убей не успел ох ретанул нормально ему это не убил у него больше 30 хп так давай варварская вот это вот все истории не песен ничего что это за фигня ход зарабатывания достижений шить такую юсеры срываю на это так же мандиал дури ч бред так сюда идешь сюда идешь да куда кончено как о мире по моему раздуплилась так харим так ты страх на этого так хаос хаос давай так вот как так я в кого-то даже попал даже так у нас бывает в нашем королевстве так и улупят двое этот атакует меня ну как ваншот реально ваншот рима 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 что с тобой делать давай тебе на попадание не успел да не успел тупо и и ребят и вот и я и и и и и и и и как ее сон постоянно что надо сделать чтобы не было внесно так надо дать им один раз ее ударить но ты далеко не уходи вот и брат далеко не уходи посту и благословения ты там пей свои бутылки мутантские сюда не знаю так погибель какая в ничьи это хорошо я их не могу что дальше и чё дальше какие предложения так супер есть рожь пошел первый пошел так чё там с харимом ты где вообще старый хаос давай вот на этого товарища да не дохуя не критует к двуручными мечами так и делал я по ним не попадешь а мистер балл ласчет рестинг вот и так вот так вот так линзи может быть вот так и там надо отогнать кого-нибудь хотя бы 1 до этого что это катя какая разница это тоже в лет нарубает нарубает и чуть не хуже мне очередная атака все линзи давай баф крути горим хаос и да это мире лет не надо жить жить выживать нас нарубают просто без шансов практически I always survive miserable less chapter и и и и не без без бафов без песни хотя у меня до без танка считай можно сказать не прокатит прокатит такая фигня давайте я наверно отдохну или нет ты я не буду входить просто отдохну так так два часа 5 рационов лагерь замаскирован дать линьце как же так-то мельник неожиданно проснулся внутри незнакомого дома где-то неподалеку неистово были собаки в воздухе стоял запах гарри от деревянных стен исходил жара под низким потолком клубился дым выкрыгнуло окно вывив стекло мельник выскочил наружу в темноту его плечо вонзила стрела раздался хохот и торжествующие крики он ринулся вперед в сторону веревочного моста добравшись до середины реки мельник бросил взгляд назад и успел залететь как молодой мужчина в рогатом шлеме перерубил топором одну из веревок с оглушительным грохотом мост начал обваливаться мельник почувствовал холод на своей коже слышалось журчание воды и тихий блеск вон открыв глаза он увидел каменистое дно и разнутое тело опутанное зелеными глазами становившиеся глаза утопнут и уставились прямо на его рот мертвеца начал медленно открываться и раздался сиплый шепот шумная река в этот миг мельник наконец-то проснулся так жуткие сны я все равно утомленный чепуха какая-то ладно ребят час прошел до следующей серии пока